Всем добрый день! В Кирове 13.06. Я надеюсь, что вовремя выходит наша передача, потому что выходит она в записи. Сегодня, когда вы слушаете эту программу, вторник, а записываем мы её в пятницу, 20 марта, потому что только в это время я смогла заполучить нам в студию нашу гостью Соколову Наталью, начальника управления Государственного экологического надзора Росприроднадзора. Здравствуйте, Наталья! Здравствуйте, Светлана! И мы пишем это интервью буквально между двумя мероприятиями, двумя круглыми столами или совещаниями, я не знаю, как это назвать. В официальном документе говорится о том, что в Вятском государственном гуманитарном университете состоится встреча руководителей крупных предприятий Кирова и Кировской области с вами. Что это такое? Кто вас сюда пригласил и в связи с чем вообще все эти мероприятия были организованы? Спасибо большое за приглашение, принять участие, донести до ещё более широкой аудитории те чаяния, те основные нововведения, которые с 1 января данного года вступают в силу, а также постепенно, поэтапно, в следующие годы. Дело в том, что это мероприятие было вызвано тем необходимостью этого мероприятия, что в прошлом году принято два базовых законов федеральных, которые в корне поменяют всю систему регулирования в части охраны окружающей среды и обращения с отходами в частности. В первую очередь это федеральный закон 219, он был подписан президентом 21 июля прошлого года. И в конце года, под Новый год, нам подарили долговынашиваемый подарок. Около 10 лет мы его все вместе, экспертным сообществом, вынашивали. В Госдуме 4 года он находился до принятия. Это закон номер 458 ФСЗ, который 29 декабря также был подписан президентом. Основные части этих двух законов вступают в силу уже с 1 января. Они уже фактически применяются. Унешнего года, к 15-го. Да, 2015 года. Частично с 17-го, с 18-го и вплоть до 20-го года будут вступать в силу. Вот мы поподробнее сегодня поговорим об этом, а я еще обозначу нашим слушателям отправную точку, как я заполучила вообще сюда в гости еще Наталью Романовну. На самом деле Алла Викторовна Албегова, директор Института естественных наук, наш постоянный гость, очень любимый гость. У нас с ней очень много общих интересов. Я сама заканчивала тоже. Езд в геофак, мне все это интересно. Мы с ней говорили на неделе о том, что вы приезжаете, и что как это важно рассказать про это экологическое законодательство, которое сейчас меняется, потому что оно касается всех абсолютно промышленных предприятий. Абсолютно всех. У всех предприятий есть какие-то отходы такие, сякие, всякие, разные. И у нас очень много бывает экологических активистов, которые борются с загрязнением окружающей среды, и предъявляют какие-то требования, но у них недостаточно оснований для того, чтобы к ответу призывать предприятия, например. Но и сразу скажу нашим слушателям, что мы сегодня также поговорим о том, что этот закон, который сейчас был назван, два закона фактически, которые были названы Натальей Романовной, они касаются также и населения, каждого из нас, в части тех путовых отходов, которые мы, собственно говоря, выбрасываем. Сейчас мы поговорим о промышленных предприятиях. Я только у вас спрошу, вот сейчас первая часть круглого стола вот этой встречи прошла. Как раз она была предназначена для руководителей промышленных предприятий. И я знаю, у меня организаторы рассказывали, что было разуслано более ста писем на различные предприятия. Какое количество руководителей и представителей предприятий пришло на круглый стол? Я интересовала специальных организаторов. На момент регистрации мне доложили, что 30 руководителей предприятий присутствовали, также дополнительно еще представители региональных органов спецвласти, несколько экологов. Меня интересуют руководители предприятий. А почему вы думаете, их очевидно гораздо больше, почему вы думаете, остальные не пришли? Вы знаете, к сожалению, я наблюдаю уже на протяжении более 10 лет, сколько этой деятельностью мы стараемся заниматься, развивать правоохранную сферу, что эколог на предприятии зачастую воспринимается руководством, как некий аппендикс. Вот он опять бегает со своими платежками, чего-то там внедрять хочет, денег нету, зарплату платить нечем, премиального фонда отсутствует, что ты лезешь все со своим мусором, со своими трубами, потом, потом, потом. К сожалению, экологам очень трудно приходится на предприятиях доказать руководству, что действительно нужно вкладывать деньги в модернизацию производства, что это в итоге и сэкономит деньги руководителя. К сожалению, сложно говорить экологу с той позиции, что это снизит негативное воздействие на природу, и человеку в нашем городе будет жить легче. Это сложно сказать. Руководитель очень с большим трудом сейчас воспринимает все сечения экологов. Я думаю, что это связано именно с этим. И достаточно невысокие суммы штрафов, которые были до этого, и, может быть, недостаточно сильное регулирование в данной части. А вот сейчас все поменяется. Да. Так, давайте рассказывать. Пусть каждый знает, много сотрудников предприятия нас слушает, и руководители тоже, безусловно, что сейчас меняется, и как теперь непросто будет от экологов отмахиваться. Да. Начнем тогда с 219-го закона. Мы его называем кулуарно, закон о наилучших доступных технологиях. Есть уже в мире такая аббревиатура общая, используемая, НДТ. Или Best Available Techniques, PAD, как это говорится, в Европе. Судя по всему, с опытом европейский он хорошо знаком. Мы вынуждены знакомиться, конечно, и с радостью воспринимаем тут позитивный элемент. То есть мы уже приближаемся к законодательству, да, к международному, получается. Ну, к сожалению, от бумаги, от написанного закона до практики еще очень-очень огромная пропасть лежит, и будем еще наталкиваться на то, что необходимо разработать большое количество подзаконных актов. Но, тем не менее, это первый шаг, 10 лет мы нашли. Все, я не прерываю больше. Итак, давайте, какие теперь обязательные к исполнению пункты закона мы имеем? Я хочу тогда начать с того, чтобы предприятия не сильно все пугались, что принимая данный закон и приняв данный закон, президент идет четко в соответствии с теми стратегическими задачами, которые он поставил. Это и снижение нагрузки на малый и средний бизнес. То есть фактически серьезные нововведения будут касаться тех предприятий, от деятельности которых оказывается значительное негативное воздействие на воду, на воздух, на почву. То есть это крупные, средние крупные предприятия. Да, это крупные предприятия. В соответствии с этим законом у нас абсолютно все предприятия будут делиться на 4 категории. Их ранжируют. Ранжируют. Совершенно верно. Сейчас мы эти категории назовем. Для того, чтобы эти категории присвоить, нужно будет провести какой-то ряд мероприятий заново, да, или уже иметь. Нет, не нужно будет. В связи с тем, что подзаконные акты еще только появляются, сейчас имеется на руках только одно постановление правительства, которое общие какие-то базовые принципы прописывает, как эти предприятия будут ранжироваться. Но мы уже примерно понимаем, что к первой категории это те предприятия, производства, которые оказывают значительное негативное действие на природную среду. Это будет касаться нефтегазодобывающего комплекса. Это будет касаться тех предприятий, которые магистральные трубопроводы эксплуатируют. А те предприятия, которые какие-то там коксохимические производства, металлургические производства. Перечень будет уже в ближайшее время опубликован, как только выйдет постановление правительства. А где будет опубликован? На сайте Министерства природных ресурсов и экологии, mnr.gov.ru. Все предприятия будут указаны? Не предприятия, а отрасли промышленных. Отрасли. Пока их нет еще там? Пока утвержденных нет. Понятно. Туда будут входить и те крупные объекты по захоронению отходов, так называемые полигоны, которые эксплуатируются, мусоросжигательные заводы. Тоже все войдут в первую категорию. Для всех этих объектов первой категории останется тот же сложный, длительный порядок получения разрешительных документов у экологов, который имеется на сегодняшний момент. Сейчас действительно экологу жить очень трудно. Документов очень много должно иметь предприятие. И по воздействию на воздух, и на воду, и на отходы, и в целом по организации системы, по экологической политике организации. То есть для этих предприятий порядок не упростится. По второй категории тоже практически во всех случаях порядок будет не очень простой. Но вторая категория не будет подлежать Федеральному государственному экологическому надзору, то есть Роспроводнадзору. Третья, четвертая категория, у которых незначительное и умеренно негативное воздействие оказывается на природу, там достаточно простой будет принцип получения всех документов. Разрешительные документы на захоронение отходов и на выбросе. В частности, да, 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 практически в уведомительном порядке, даже в некоторых случаях это будет получаться. Эти объекты будут подлежать только региональному экологическому надзору, вашему региональному министерству, которое скоро появится, объединенное. И четвертая категория вообще не будет подлежать плановым проверкам. То есть будет какая-то жалоба, внепланово могут выйти проверить. Жалоба не будет. Заявительный принцип. Заявительный принцип, да. То есть действительно на малый и средний бизнес нагрузка значительным образом уменьшится. Правда, хочу сделать оговорочку. У нас предприятия стали грамотные, юристов грамотных тоже нанимают. К сожалению, борьба за чистоту окружающего нашего мира у нас превращается зачастую в борьбу двух юристов. У кого он грамотнее, кто бумажку правильнее подложит. Государственный юрист или частный юрист. Ну так и будет продолжаться, я понимаю. Ну, к сожалению, какое-то время будет тоже, да. И у меня у самой есть тоже одно изобразование юридическое. Я прекрасно понимаю тонкости, как можно закон повернуть, как дышло. Но это будет постепенно меняться. В этой связи, так как раньше многие предприятия начинали дробиться, реорганизоваться, мы не могли по 6, а то и по 9 лет попасть на плановую проверку. А, чтобы просто не было проверки. Чтобы не было проверки. Да, совершенно формальный признак. Реорганизовались, все, мы зайти не можем еще 3 года на вновь образованное предприятие. Очень хорошо. Очень удобно. Сейчас эта уже схема не пройдет. Потому что даже предприятия малого и среднего бизнеса, а мы понимаем, что формально можно было раздробиться. Вот есть огромный завод, он разделил цеха на отдельные юрлица, и все, он не будет подлежать, получается, регулированию и федеральному экологу надзору. Не получится. Потому что Министерство экономического развития Российской Федерации внесло уже проект постановления правительства на согласование, уже на подписание о том, что малый и средний бизнес, но который относится к видам деятельности по первой категории, те же самые металлургические производства, переработка, захоронение отходов, обезврежение, они все равно будут подлежать федеральному надзору и нормированию, как и все первые категории. Просто по виду деятельности. По виду деятельности, а не по количеству прибыли и работающих лиц на данном предприятии. Вредное производство, попал ты в этот ранг, да? В первую очередь ты подлежишь в любом случае контролю. Да, особо мы регулируем. Вот их разделили на эти четыре категории. Значит, кроме того, что есть проверка или нет проверки, что еще эта категория влечет с собой? По первой категории планируется значительным образом реформировать систему производственного экологического контроля. То есть есть надзор государственный, да? Это региональные экологи проверяют, федеральные экологи наши, Роспроднадзор. И у нашей федеральной службы здесь есть тоже в Кировской области территориальный орган. Это территориальное управление по Кировской области и департамент по всему федеральному округу Привожскому находится в Нижнем Новгороде. Но также есть еще и на самом предприятии некая система мер, которая должна приниматься экологом, главным инженером, руководством первого лица, для того, чтобы придя на проверку, не так было много нарушений. То есть если бы совсем ничего не делать, закрыть можно было все предприятия. Что мы понимаем, есть административный кодекс, если серьезное нарушение и по воде, и по воздуху, и по отходам, через суд мы можем приостановить деятельность предприятия на 90 суток, а вместе с прокурором вообще прекратить эту деятельность на основании решения суда. Так вот, еще должен вестись и производственный экологический контроль непосредственно на месте. По объектам первой категории есть обязательно требование, что все предприятия должны оснащать свое оборудование системами автоматического учета. То есть цифры берутся не расчетным способом, не из справочников, не из ПТК, а на основании конкретных данных, приборов, которые в автоматическом режиме работают. Идеально, конечно, мы бы хотели в будущем прийти к системе, как работает в Москве с МОСЭКО-мониторингом, когда на каждой трубе стоит датчик, и в интернет-режиме любой житель, и тем более инспектор, получает данные, выброс, какой произошел воздух, насколько он превысил установленные нормативы или нет. Ну, к этому будем стремиться. А в Москве датчики, интересно, устанавливаются за чей счет, по распоряжению правительства Москвы или это федеральная программа? Они сами это делают. Но это программа региональная. Региональная программа. Региональная программа, да, региональная есть закон. В Московской области. Москвы. Конкретно города Москвы. Только города Москвы. То есть сам город Москва принял вот такой закон, и каждый установил датчик. А в остальных городах у нас такого нет. Нет. Это обязанность. Так вот, на предприятиях первой категории должен будет вестись этот производственный экологический контроль. Если вдруг не будут оборудованы ваши производственные процессы вот этими автоматическими приборами учета, то будет очень высокий коэффициент, дополнительно повышающий к экологическим платежам. Платить будете больше? Больше. В 100 раз. В 100 раз. А сколько сейчас платят? От разных веществ. В зависимости от веществ. У нас есть базовое постановление правительства 344. Как представить вам? Совершенно по-разному. Это может быть от 15 рублей до 5 миллионов в квартал, в зависимости от производства. Но, к примеру, плата за отходы. Если у вас пятый класс отходов, это самый не опасный. Пятый класс – это бытовой наш мусор. В среднем платится по базовой ставке 8 рублей за тонну. Совсем немного. 8 рублей за тонну, да. Там есть небольшие повышающие коэффициенты, в целом где-то там 35, с учетом всех коэффициентов. А теперь 800 за тонну. Это пятый класс опасности. Но предприятия очень мало таких отходов образуют. У них идет четвертый класс – это 248 рублей за тонну. Пятый класс – это свыше 400 рублей за тонну. Извините меня. Третий класс – это свыше 400 рублей за тонну. То есть получается, что с учетом еще коэффициентов всех – это не 400 рублей, а практически 800 рублей. Каждый год идет повышающая индексация к ставкам платы. За выброс и сбросы там все сложнее. Если по отходам есть 5 классов опасности отходов, по пятому классу есть градации в зависимости от вида деятельности. Добывающая промышленность, перерабатывающие и иные отрасли. Вот это вот сейчас я попытаюсь еще обрисовать. То по воздуху там все гораздо сложнее и по воде, потому что там каждое загрязняющее вещество нормируется. Там их столько. Восстановление правительства – это такой толстый талмудик, с которым руководитель не разберется. Это только эколог считает. Что, грубо говоря, у меня сероводород выбрасывается, я за него столько-то плачу. В зависимости от производства за каждое загрязняющее вещество платится за тонну определенную цифру. Давайте для того, чтобы нашим слушателям стало понятно все-таки. Во-первых, аранжируют предприятия. Во-вторых, увеличиваются выплаты экологические какие-то взносы от предприятий. Правильно я понимаю? Они увеличиваются в случае, если не будет соблюдаться должным образом производственный экол-контроль. Если не будет контроль, значит, обеспечен. Кроме того, насколько я знаю, в законодательстве каким-то образом будет привязан список каких-то технологий экологических, которые должны применяться на этих предприятиях. Это что такое? Это так называемые справочники НДТ, которые будут взяты по аналогии с европейскими справочниками. В настоящий момент они сейчас переводятся в Министерство природных ресурсов, Министерство природы России, экологии. И в течение ближайших, фактически трех лет, они будут постепенно опубликовываться. Их будет несколько десятков в зависимости от отраслей промышленности, от видов деятельности. Это те технологии, которые будут являться, что значит наилучшими, первое слово, будут являться такими, которые оказывают меньшее воздействие на воздух, на воды, на почву. Они обязательно будут к применению эти технологии на соответствующих предприятиях или не обязательно? Это выбор предприятия. Но если оно его не применяет, то, соответственно, будет совершенно по-другому шляться нормирование. Будет платить больше. Совершенно верно. Будет платить больше. То есть предприятие заинтересовано денежные средства вкладывать в модернизацию оборудования и технологий, чтобы в конечном счёте платить меньше. К сожалению, мы сейчас до современного руководителя не можем застучаться таким образом, что, пожалуйста, дай людям своего города дышать чистым воздухом и пить чистую воду. Неинтересно многим, понимаете? Конечно. Но если ему скажешь, господин, ты сейчас свою прибыль в два раза уменьшишь, вот тогда начинают двигаться, шевелиться, искать технологии. А вот те новые нормы и штрафы и начисления, они могут привести к тому, что прибыль уменьшится в два раза? Могут. Вот именно благодаря новому законодательству? После того, как оно вступит в силу, конечно. Мы говорим о том, что будет поэтапный ввод данного закона в действие, начиная фактически с 2017, 2018, 2019 года. Мы будем надеяться, что в течение пяти лет и после этого периода мы увидим уже результат. Принятие этого законодательства, оно, вы сказали, плановое такое, правда, оговорили, что 10 лет добивались его принятия. Почему именно сейчас приняли? Несмотря на то, что мы находим сейчас в условиях действительно финансовых ограничений, о которых многие сейчас говорят, но я думаю, что уже настало время понять, что экономика и экология – это не два взаимоотключающие понятия. Это была политическая воля все-таки? С учетом того, что в Государственной Думе все депутаты, всех фракций проголосовали единогласным за принятие закона об отходах, о котором мы сейчас будем говорить, я думаю, что это не просто политическая воля, это уже, видимо, решение времени, которое проверено время, созревшее решение. Конечно, они каждый живут в каком-то дворе, у каждого есть, наверное, дача, они видят, какой творится беспредел с бытовыми отходами. Я не знаю, как они голосовали за 219, не готов сказать, не была на том, что… Это по промышленным предприятиям. Да, по промышленным, а по отходам, у меня есть даже фотография с экрана, когда за единогласный, я такого почти не помню, единодушие всех фракций. Мы сейчас перейдем с вами как раз к закону об отходах, единственное, что я бы хотела, я понимаю, что мы не можем в течение 20 минут полностью проговорить по 219 закону, о котором только что вы упоминали, но все-таки меня волнует следующее, кто будет контролировать такие масштабные изменения, на ком лежит ответственность, потому что у меня есть ощущение, что предприятия как не были готовы, так не готовы и сейчас. Тогда давайте про цифры немножко поговорим. В целом в стране около полутора миллионов хозяйствующих субъектов, из них где-то 100 тысяч контролируются нами, федеральными экологами Росприроднадзора, по всей стране, включая Кировскую область, и порядка миллиона 400 контролируются региональными органами исполнительной власти. Сейчас мы вынуждены контролировать тех, у кого есть лифты, котельные, какой-нибудь там садик, школа, санаторий, бизнес-центр, у которого лифт, да, потому что есть сейчас такое понятие, что опасный производственный объект, это тоже наш объект надзора. Ну, природу-то он не особо загрязняет, да. Конечно, мы тратим силы, энергии, инспекторов, человека-часы, задействуем туда очень большие средства. Сейчас же новый закон, вот этот 219-й, категорируя все предприятия на 4 группы, говорит, что мы будем теперь расширять надзор за особо крупными, особо опасными объектами, их уже будет не 100 тысяч, как сейчас, а около 15 тысяч. То есть Росприроднадзор станет легче контролировать. Росприроднадзор станет эффективнее контролировать. И станет эффективнее по этому работой. Да, понимаете, вот эти 15 тысяч предприятий, они вносят порядка 80% всех загрязнений в стране. Так если мы над ними усилив надзор, и в стране станет чище, и в конкретном регионе, городе, и дворе станет чище. А оставшиеся предприятия будут... Это будет уже региональный надзор. Региональный надзор. Да, но так как сейчас потихоньку возрождается еще и муниципальный контроль, мы будем надеяться, что частично, это наши пока фантазии и мечты, но вернется еще муниципальный экологический контроль, когда за какими-то совсем мелкими предприятиями не надо распыляться региональным экологам, на муниципальном уровне это гораздо эффективнее может надзираться. Кроме того, на территории страны будет избрано 300 пилотных предприятий, которые начнут работать по комплексным экологическим разрешениям. Но пока неизвестно, какие. У нас есть проект, Минприрода России сейчас утверждает. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу, после чего поговорим уже о мусоре, который добрался наконец-то до Госдумы и заставил ее принять закон, так необходимый, такой долгожданный. Возвращаемся в студию. Напоминаю, что у меня сегодня в гостях Наталья Соколова, начальник управления Государственного экологического надзора, Росприроднадзора. И мы говорим о серьезных, о некоторых называют эти изменения революционными, о революционных изменениях в экологическом законодательстве Российской Федерации. До перерыва говорили, насколько смогли, сколько хотело времени, об изменениях для промышленных предприятий в законодательстве. А сейчас поговорим о тех изменениях, которые будут касаться практически каждого гражданина, потому что, так или иначе, каждый из нас потребляет что-то и оставляет после себя мусор. Значит, законодательство принято, как сказала Наталья до перерыва, практически единогласно в Госдуме, хотя очень долго зрело. Не практически, а единогласно. Все депутаты всех фракций. Сложно в это поверить, да? Сложно. Единогласно. А в связи с чем все-таки вы сказали, что наконец-то мусор, видимо, это я сказала, что добрался до них, но, видимо, все осознали, что нужно принимать. Почему в этой сфере нужно было принимать такой закон? И в чем закон заключается теперь? Вы знаете, пожалуй, масштаб бедствия мы увидели три года назад. Все до этого догадывались, и депутаты, и жители, и я, который человек, живущий тоже в конкретном дворе, и периодические выходные, выезжающие с детьми, с семьей на природу, это все вижу. Несанкционированный свал мусора в лесах, вокруг озер. Многие говорят, что это не культурья, то, что люди наши не воспитаны. Каждый чиновник, приходящий сюда, говорит, что нужно посмотреть прежде всего на себя. А я так не считаю. У нас замечательное население, которое готово это разделять и проводят те же самые экологические уроки. Даже в детских домах, казалось бы, люди, которым не объясняют, как правило, в этих заведениях, как правильно с точки зрения поведения на природе себя вести, и они готовы это делать, и я знаю, делают это, и я знаю очень многих, кто это готов делать, но у нас, к сожалению, муниципальные органы власти, которые за этот вопрос отвечали десятилетия, не создали таких условий для населения. Вот у нас есть озеро, общедоступное какое-то место для отдыха. Все знают и региональные органы власти, и муниципальные, что там ежегодно все приезжают купаться. У нас тоже такое не одно. Но почему же вокруг озера у нас в лучшем случае пару урн найдется? Человек и готов и собрать, и выкинуть. Хорошо, если человек на машине. Он аккуратненько в пакетик все собрал, вывез к себе во двор, или в близлежащий какой-то населенный пункт, выкинул, как говорят у нас, в помойку, в контейнер мусорный. А если нету в пределах 100 километров этих контейнеров, человек виноват? Ну хорошо, он доедет до города, а кто-то не доедет, а кто-то живет в деревне. У кого-то вообще в деревне не налажена система сбора мусора, он вынужден этот мусор закапывать в лесу или сваливать в лес. Это бескультурье или это халатность компетентных органов власти, в данном случае муниципальных, которые десятилетия за эту сферу у нас отвечали? По новому закону об отходах регулирование обращения с бытовыми отходами нам передано в основном на региональный уровень, на муниципальный уровень. То есть сваршивать нужно будет с области? Да, с области. За муниципалами остается только организация сбора и вывоза отходов, все равно контейнеры за ними. Господа, есть известные места, есть дворы, иногда идешь по улице по какому-нибудь проспекту, урны ни одну не видишь, вот там элементарно человек с жвачку не знает, куда выкинуть, у нас весь асфальт в этих жвачках, или там фантик складывает в кармашек. Но, как говорится, я, моя семья это знают, потому что они в этом живут, мои коллеги это знают, живут. Мы всегда либо все карманы напихаем там этими фантиками до ближайшей урны, либо не ближайшее, но довезем. Человеку-обывателю, конечно, сложно понять, что такая ситуация в стране, недостаток средств, у муниципалов есть другие приоритеты, пожалуйста, сам собери и вывези. Он, естественно, действует в соответствии с тем, в какие условия его ставят. Его искушают выкинуть в неположенном месте, потому что положенного места не существует, их очень мало, они мало где организованы. Поэтому, видимо, уже страна созрела, когда видят, что свалки у нас в лесах, вокруг озер, и не потому что население плохое, а потому что не созданы условия, нету единых финансовых механизмов, потоков, утилизации отходов. Немножко тогда о цифрах. Начиная с 2011 года и по сегодняшний момент, Росприроднадзор совместно с региональными органами власти и прокуратурой проводит работу по явлению стихийных свалок. Вот как бы вы думали, какая цифра за 4 года работы выявлена таких свалок, порядок цифр? Вы знаете, я представить себе не могу. Мне, когда говорят о свалках, я сразу представляю себе почему-то, это, видимо, яркая была картинка, история в Италии, когда мусор из окрестностей города просто стал подступать нарастающими такими горами прямо на улице. 2007 год, Неаполь. Вот, да, Неаполь. И я все время, у меня было ощущение, когда вы рассказываете про озера, у нас есть трижевские карьеры, где люди загорают прямо между огромными, огромными кучами мусора. А приходящие сюда, извиняюсь, экологи, в том числе и представители ведомств, говорят, что у них нет жалоб, поэтому мы не занимаемся этим. Ну, то есть, как будто не существуют вообще эти вещи. Я не знаю, сколько свалок, но мне кажется, что у нас... Больше 110 тысяч. Больше 110 тысяч мест таких выявленных. Незаконные, несанкционированные свалки. Да. А законных складок у нас сколько? На сегодняшний момент порядка трех тысяч полигонов, потому что любая свалка, это уже изначально, либо она была санкционирована местным органом власти, это не полигон, это какой-то объект, который все равно не соответствует требованию, либо у него нет подстилающего слоя, защитить почву. Но вот эти несанкционированные свалки, они ведь не на пустом месте росли. То есть, есть некий допуск этой несанкционированной свалки, либо глаза закрывают, что она тут померяется. Местные органы власти зачастую выделяли такие места под эти объекты. Да, в отсутствие нормы закона у нас раньше как было прописано. В 1993 году была принята норма. Было написано, что местные органы власти могут выделять временно места для складирования мусора с целью последующего приведения в соответствующие законам, как есть нормы к полигону. И, как известно, нет ничего более постоянного, чем времени. Совершенно верно. Прошло и 22 лет. А сколько это время длилось, нигде не было прописано, на какое время они могли выделять семейный участок. Выделили или забыли. А когда-то эта норма так с 50-х, 60-х годов того года так и работала. Вот эти 110 тысяч, то, что я назвала, конечно, это не огромные объекты, как вам представляется. Это стихийные места, какие-то там до одного гектара площади. То, что в основном делается людьми в местах массового отдыха, в связи с тем, что их такие условия ставят. Местные органы власти. Но благодаря слаженной такой работе 70% уже таких мест ликвидировано. Но следует констатировать, ликвидировав это место, один-два года они снова появляются. Потому что инфраструктура-то не создана. Ну, убрали. Но вышли все на субботник. Каждый год мы проводим субботники всероссийские. Организация «Общероссийская зеленая Россия» проводится в распространстве. Ну, там в своем дворе субботник провести. Пожалуйста, ну ты в свой двор, да. Но не в лесу же и не уозеркать субботник эти же. Конечно, в этом году, 29 августа, мы опять все вместе выйдем на Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». Но это же не решит проблему, понимаете? Да, мы покажем свое неравнодушие. Да, мы подготавливаем к 1 сентября дворы вокруг школ, дворы наших детей, которые вернулись с лагерей, с отпуска, и начнут сейчас в сентябре ходить, гулять по этим местам. Но проблема-то не решится. Мы же сами не создадим инфраструктуру, мы не сможем пожертвования какие-то внести, чтобы мусорные баки поставили, мусорные урны. Поэтому, наверное, общество созрело. И это нам показало 29 декабря, когда президент России подписал 458-й федеральный закон перед Новым годом. Основные положения вступили в сил уже с Нового года. Какие? Какие? Во-первых, чтобы создать финансовую основу будущей отхода перерабатывающей отрасли, вводится финансовая ответственность производителя и импортера продукции. Как это изначально было в Германии. Корни идут именно оттуда, когда была введена вот этот знак «зеленая точка» для грюн-пункта. Что это означает? Что производитель продукции, либо импортер должен в цену уже продукции заложить будущую стоимость утилизации. Так как сейчас одновременно на все продукты это ввести будет невозможно, сейчас избирается список. Скорее всего, это будет, так как проект уже обсуждается на базе Минприроды России, скорее всего, это будут все виды упаковки и тары, включая пластиковую, стеклянную, картонную. Шины, отработанные масла, возможно, еще ряд. А в минуточку, если производитель должен будет включить стоимость переработки упаковки в цену, это значит, мы получим удорожание продукции. Значит, смотрите, если мы говорим, в первую очередь, про упаковку, а мы, как население, в первую очередь, это почувствуем, да, шины мы не так часто покупаем, то производитель будет заинтересован на такие материалы использовать, чтобы они минимально были необходимы какие-то деньги на утилизацию. Либо упаковка была вообще биоразлагаема. За биоразлагаемую упаковку вообще не надо будет ничего вносить, никакие платежи. Когда мы покупаем какую-то маленькую таблеточку, вы часто видели, что какой-нибудь вот такой огромный блистер и одна таблеточка. И малюсенькая таблеточка, конечно. И малюсенькая таблеточка, конечно. Зачем? Покупаем телефон. Вот такусенький телефон и вот такая коробочка, причем внутри. И пластик, и еще что-то. Как раз-таки мы, во-первых, будем выбирать. Я понимаю, что телефон мы выбираем по модели, а не за коробочки, да? Но покупая тот же самый майонез, например, моя семья смотрит в какой-то упаковке, да? И что это в итоге будет? Очень хорошо, если это стеклянная банка. Мы ее помоем. Я знаю, что летом бабушка нам варенье салит, что это банка. Я обсуждала, что вы ко мне придете в гости с моими родителями. И мы вспоминали, что прекрасно все в советские, извините, за выражение времена. Мы с удовольствием покупали в стеклянной таре молочную продукцию и сдавали эту бутылку с таким же табличным удовольствием. И сейчас бы это тоже делали, если бы была бы система. Хотя бы такая, как раньше. Да, к сожалению, если тогда чуть-чуть сказать про СССР, кто-то говорит, надо создавать отходоперерабатывающую отрасль. Говорю, ребята, о чем вы говорите? Зачем создавать? Говорю, как зачем? Что ты такое говоришь? Говорю, не надо создавать. Надо воссоздавать. Надо реанимировать. Потому что в России, в советской России, в нашей стране эта отрасль, как вы думаете, когда была создана? Примерно? Сколько лет? Я даже не могу себе представить, потому что сколько себя помню с самых малых лет. Мы ходили с подружками сдавать вот эти бутылки и макулатуру. Через два года мы сможем отметить сто лет. Потому что с 1917 года эта отрасль уже была создана. Изначально это касалось, конечно, металлолома, потому что мы тоже наращивание необходимо было тяжелой оборонной промышленности. Для строительства в каждой отрасли промышленности создавали этот металлолом. Было соревнование среди школьников, пионеров. Потом постепенно перешли тоже и на сдачу таких видов отходов, которые, может быть, помнят те, кто читал «Ильфа Петрова». Помните «Рога и копыта»? Да. Сейчас это стало уже именем нарицательным. А раньше был план по сдаче данного вида отхода. Рога и копыта обязательно сдавались сельхозпредприятиями. Обязательно. Я даже никогда не задумывалась. И, к сожалению, не только даже сельхозпредприятиями, а обычные граждане вынуждены были убивать своих коров для того, чтобы норму сдачи… То есть были переборы уже даже. Обязательно, да. То есть создавались вот эти щетки для волос, для одежды, делались из щетины. И вынуждены были люди сдавать обязательно по плану столько, сколько устанавливались на каждый двор. Была создана система сбора макулатуры, как вы правильно сказали, стеклотары, сбора металлолома. Была создана целая разветвленная сеть приемов торсырия от населения. Вы наверняка помните, что за макулатуру давали вот эти ценные квиточки. Можно было за них получить в книжном магазине Агату Кристи какую-нибудь, которую никогда не купишь, просто так в очереди отстоишь. И вся система работала на это. В каждой отрасли с 1972 года был создан институт вторичных ресурсов. В каждой отрасли тоже был план, сколько отходов должно вовлекаться во вторичную проработку. Были не просто отходы, а было вторичное сырье, которое использовалось и на производстве, и в других производствах. В 1991 году это все рухнуло. Наталья, когда так все очевидно, если мы сейчас поворачиваемся снова лицом к этому вопросу и готовы решать, во-первых, с какой стороны ожидать сопротивления для того, чтобы снова создавалась отрасль или не отрасль, но это вот система по переработке отходов. С какой стороны ожидать сопротивления, например, по переходу от неутилизируемой упаковки, а это мы знаем пластик, да? Ну и не весь, пластик тоже можно перерабатывать. Кто будет тут сопротивляться? Дело в том, что, скорее всего, это будет теневой бизнес, связанный с захоронением отходов. Так вот уже повелось за 20 лет, говорят, что три вида самых прибыльных видов бизнеса, но в основном теневых, это наркобизнес, это и горный бизнес, и мусорный бизнес. Вот почему-то общепризнанная такая практика, что все, кто занимается мусором, это золотые короли. Зачастую так бывает, но те, кто занимается теневым захоронением отходов, чтобы эксплуатировать хороший полигон, это нужно очень большие средства вкладывать в защиту воздуха, воды, бочвы, все это официально оформить, это все очень непросто. Радиационный контроль, у тебя должна быть пожарная машина и так далее. А тот, кто, извините меня, вырыл какой-нибудь карьерчик песчаный, нужно всего две вещи, чтобы сделать свалку. Так можно было раньше, не то, что это закон позволял, но, к сожалению, действительность это позволяла сделать. Наша огромная территория, почти 18 миллионов квадратных километров, не позволяет у каждого карьера поставить инспектор, понимаете, даже общественно. Есть карьер и два условия. Шлагбаум и карман пошире, и будешь золотым королем. И валит, и валит, а потом через почву, через этот песчаный карьер, извините, все в грунтовые воды, и эту водичку мы пьем, а потом думаю, почему в соседнем населенном пункте столько населения переболело раком и умерло. То есть теневой бизнес, который существует, будет сопротивляться. Существует, конечно. Это самый главный будет борец. И, собственно говоря, те, кто был связан с этим теневым бизнесом, тоже будут сопротивляться. Бесспорно. Но насколько хватит их сопротивления? Что теперь закон говорит им? Если мы будем все-таки должным образом государством защищены, мы на это надеемся и будем дальше продолжать защиту интересов, то, что всякое бывает, и в свое время было, когда предприятия не очень любили наши все вот эти нападки, физические были попытки расправы и так далее. Если все-таки мы сможем устоять, а я надеюсь, что сможем устоять, и будет создана финансовая основа вот этой отходоперерабатывающей индустрии, через государственную программу охраны окружающей среды деньги будут возвращаться в регион, и создаваться инфраструктура, может быть, даже межрегиональная, скорее всего, так будет выгоднее. Потому что в одном регионе строить, например, завод по переработке, ну, скажем, шин или обезвреживанию масел не очень будет выгодно, он не будет загружен таким количеством отходов. Поэтому, скорее всего, будет даже создаваться межрегиональный объект и строится один объект на несколько соседних регионов. Кружной какой-то объект, например. Кружной, да, например. Да, крупный. Который легко контролировать, который с понятной хорошей технологией, с правильным оборудованием, правда? Совершенно верно. Который будет иметь сеть, разветвлённую по вывозу, привозу этого мусора. Совершенно верно. Но в каждом регионе и в каждом органе местного управления должна быть создана своя, чёткая, и за это отвечает муниципальный орган власти. Система сбора отходов, то есть хорошие контейнерные площадки. За эту сферу отвечает не Минприрода, а Минстрой. Соответственно, региональные органы власти в области ЖКХ и благоустройства будут за это отвечать не мы, не экологи, а и не региональные экологи. Должен быть нормальный, оборудованный с площадкой контейнер, куда житель выкидывает и знает, что вовремя вывезут. Они он выкидывает, не привезли, мусоровоз не приехал, и там гора такая разрастается. То есть, конечно, вовремя должна осуществляться система вывоза данных отходов, иначе может быть действительно санитарная катастрофа. У нас были такие случаи в некоторых городах. В начале года большой был репортаж, я помню, не буду называть этот город, в Центральном федеральном округе, когда 7 дней не осуществлялся вывоз отходов в одном из крупнейших городов Центрального округа. Была почти санитарная катастрофа. Дело в том, что не были перезаключены договоры на вывоз отходов, не была проплачена из бюджета сумма, не успели конкурс провести элементарно на госзакупку. Неделю не вывозили, показывали, это был ужас, да, крысы, мухи, люди не могли выйти из подъезда, потому что всё так было завалено отходами. Мы должны понимать, что если хотя бы неделю система не будет работать, может наступить санитарная и биологическая катастрофа. Но если мы сейчас не начнём действовать, и 458 закон нам сейчас даёт такое право, и мы все вместе объединяемся для реализации этого права, если бы мы не начали действовать, то катастрофа могла бы быть уже на территории страны. Пускай она огромная, пускай она великая, но всё равно из почв грунтовые воды всё попадает в реки, всё попадает к нам на стол, и уже это мы бы чувствовали сами, через своих детей, через себя самих, через ухудшающееся самочувствие. Всё взаимосвязано. И вот теперь 458 закон. Что он регулирует? Да. Значит, кроме того, что вводится финансовая ответственность производителя, будет создаваться система региональных операторов, правда, это не компетенция Минприроды, я это не могу комиссировать, а Минстроя. Сейчас будет тоже прописано, с каким образом они будут работать. Но по сравнению со старым порядком, будет меняться срок их деятельности. Если сейчас каждый год перезаключается новый договор, идёт гос- или муниципальная закупка данной услуги, то договоры будут теперь долговременным, долгосрочные, меньше 10 лет. Это очень здорово, потому что раньше невыгодно было предприятиям строить переработку отходов. А теперь у них есть стимул. Вот им даётся 10 лет, ты будь любезен, за эти 10 лет, пожалуйста, обустрой переработку отходов, наладь раздельный сбор, сортировку отходов. Это же бизнес практически, да? И у бизнесмена есть перспектива. Он может просчитать, вложиться и уже выйти на какую-то прибыль. Конечно, конечно. И насколько прописано сейчас в этом законе 458, региональный оператор не сможет отказывать никому в оказании услуг. То есть кто-то говорит, если я к нему приду, он со мной договор не заключит, что мне делать? По закону он не имеет права отказать. То есть если придёт какая-нибудь управляющая компания или ТСЖ, я не знаю, про домовладение, то оператор региональный просто обязан будет заключить с ними договор и обеспечить полностью всё по закону, вывоз мусора, его переработку и так далее. Он может ставить региональный оператор какие-то условия, вот мне, например, как представитель ТСЖ, по тому, как я этот мусор собираю. Нужно ли мне будет его делить, раздельный сбор мусора осуществлять, как это всё будет происходить? Ждём постановления правительства. А когда мы его ждём? 33 постановления должно появиться, не только постановления, но и приказы в целях реализации этого закона. За 16 отвечает Минприрода, за 17 Минстрой и другие органы власти, включая службу по тарифам. В течение года. В течение этого года? Пока порядка нету, есть только общие какие-то такие моменты, я могу озвучить. Будет вводиться поэтапный запрет на захоронение отдельных видов отходов. То есть на свалки, на полигоны не смогут попадать, скорее всего, пластик, стекло, бумага, металл, то, что может быть вторично переработан. А если попадёт, и это будет выявлено, то, соответственно... Вплоть до приостановления деятельности, как сейчас это существует, на 90 суток через суд мы имеем право приостановить деятельность предприятий. Значит, то, что касается людей, больше интересует, либо промышленных предприятий? Людей. Да. Да. Говорят, нам надо уже завершать. Что такое? Что случилось? А, ну это вас зовут на следующее заседание. Нам показывают здесь редакторы, отвлекли нас. Хорошо, две минуты. Итак, мы закончили на том, что касается людей. Вот в этом законодательстве 458 закон. Ну, всё-таки, я надеюсь, что люди почувствуют в результате то, что в их дворах контейнерные площадки будут должным образом обустроены, их вовремя будут убирать, мусор будет вовремя вывозиться, и в итоге будет меньше вот этих нелегальных свалок. Я надеюсь, когда-нибудь мы вообще их не увидим. Когда-нибудь это когда? Это когда? Сколько у нас есть времени? Ну, это могут быть только экспертные цифры. Мои предположения лично, мои как гражданина, как человека, который эту сферу отслеживает уже много лет, не меньше 20 лет, к сожалению, должно пройти, чтобы что-то поменять. Ну, а ведь это лучше, что мы через 20 лет будем жить в чистом городе, нежели мы умрём под грудами мусора. Ну, конечно. Конечно. Будем надеяться, что через 10 лет уже какие-то первые плоды увидим после этих длительных 10-летних контрактов, когда уже будет построен мусор прерабатывающей мощности и основные части отходов туда завозятся. Но мы сейчас начинаем новый этап перерабатывать вновь образуемые отходы. А что делать со старыми свалками? Почему я называю такой большой период? Что потребуется время, чтобы ликвидировать, чтобы рекультивировать эти старые ужасные полигоны, которые по 60-70 лет у нас эксплуатируются. Разговор требует продолжения. Я возьму у вас контакт, и мы с вами будем связываться. Большое спасибо. Сегодня в гостях нашей радиостанции была Наталья Соколова, начальник управления Государственного экологического надзора. Спасибо. Спасибо. Всем хорошо.